Привет! Это молодая пара Захар и Полина. И сегодня у нас очень важный выпуск, в котором на примере ребят мы расскажем, как говорить с близкими о деньгах. Ребят, говорить о деньгах важно, но сложно. Из-за финансовых вопросов очень легко поссориться. Вот, например, вы. Давайте угадаю, что произошло. Полина попросила Захара застраховать жизнь. Вдруг с ним что-то случится, и ей потом будет не на что жить. Или Захар не напомнил бабушке о завещании, и в итоге трехкомнатная квартира в Москве досталась Шурину двоюродного брата по материнской линии. Троюродного. Кажется, я угадал. Стоп. Знаете, очень часто в том, что касается денег, люди не знают, как правильно поступить. Давайте на примере Захара и Полины запомним несколько правил, которые помогут решить финансовые вопросы. Первое правило. Говорите. Не избегайте проблему, а обсудите ее между собой. Приготовились? Говорить о деньгах важно. Начали. Например, Полина, помнишь ситуацию, когда ты дала взаймы подруге 10 тысяч рублей, а та не вернула долг и как будто забыла? И ты чувствуешь себя неловко, вроде и подруга, но с другой стороны, ты столько всего могла купить на эти деньги. Я думаю, что тактично напомнить о долге не помешает. Алло, Викуль, привет, родная. Слушай, а помнишь, я тебе 10 тысяч занимала, может, получится вернуть? Полина, ты молодец. Потренировались на подруге, и теперь можно вернуться к вашей с Захаром проблеме. Захар, а? Это что, были лишние для нас деньги? Некуда было их в другое место потратить? Ой, кажется, я поторопился. Тогда время для второго правила. Следите за эмоциями. Сгоряча можно наговорить много лишнего. Захар, чтобы эмоции утихли, лучше применить метод травления лески. Это значит, что не надо спорить и убеждать, если человек злится. Лучше дайте ему успокоиться и вернитесь к разговору позднее. Третье правило. Будьте искренними. Принято считать, что лучший способ защиты – нападение. Поэтому мы часто начинаем в чем-то обвинять близких. Но лучше говорить о своих страхах и сомнениях честно. Ребята, уже лучше. Четвертое правило. Поднимайте запретные темы. Давайте серьезнее. Ведь у вас есть тема, которую вы не обсуждаете. Полина, что тебя беспокоит? Захар, хватит подслушивать. Ну ладно, буду как психолог. Полина, нарисуй мне, что тебя беспокоит. Хм, лучше напиши. То есть ты хочешь взять ипотеку? Захар, а почему ты не хочешь брать ипотеку? Ты не хочешь брать на себя ответственность, пока тебя не повысят на работе? Захар, мой тебе совет. Не игнорируй мнение Полины. Собеседник должен чувствовать, что имеет право на свое мнение. И, наконец, правило пятое. Ставьте себя на место партнера. Полина, вот представь, что ты Захар. Представь, что ты основной кормилец семьи. И тебе нужно принять ответственное решение об ипотеке. Вот теперь вы друг друга понимаете. Главное заботиться друг о друге и не бояться трудных разговоров. Если вы будете использовать все эти несложные правила, то разговоры с близкими о деньгах не будут для вас проблемой. Вот и подруга как раз ответила. Это овца не отдаст мне 10 косарей, а не пойти вытем на... Значит, в следующий раз придется мне вам рассказать, кому следует давать в долг, а кому нет.